Приветствую, меня зовут Евгений Лебедь. Я работаю в сфере логистики с 2006 года, являюсь партнером и собственником транспортно-инспекционной компании. В сегодняшнем выпуске рассмотрим такую тему, как перечень документов для перевозки грузов по Украине. Кстати, если тебе интересна тема про документы оборот в сфере грузоперевозов, поставь лайк и напиши вопрос, который тебя интересует, с радостью отвечу на него. Что касается сегодняшнего выпуска, то мы подготовим основной перечень документов, которые необходимы, когда ты совершаешь перевозку внутри Украины. Многие начинающие предприниматели, которые стартуют в бизнесе в сфере грузоперевозок, не до конца понимают или же знают, какие документы необходимы. И они сталкиваются с проверяющими органами, которые в принципе при перевозке останавливают их, чтобы проверить данные документы. И они платят потом большие штрафы, их автомобиль отправляют на стоянку, и в принципе у них возникают сложности. Поэтому сегодня пройдемся по этому перечню, чтобы не было ни у кого никаких проблем. Согласно закону об автомобильном транспорте и правилу перевозки груза в автомобильном транспорте в Украине, водитель грузового автомобиля при перевозке грузов должен при себе иметь товаро-транспортную накладную, договор о оказании транспортных услуг, путевой лист и, конечно же, лицензию, если она необходима. Поэтому постепенно будем двигаться по этому перечню. Итак, первый документ это товаро-транспортная накладная. Это основной документ, собственно, для перевозки, вписывающем следующие данные по автомобилю, соответственно, заказчику, водителю, фамилиями отчества, вонтаже-отправителю, вонтаже-получателю, грузо-отправителю, грузополучателю, если на русском языке, пункт назначения, пункт разгрузки, переадресация груза, если у вас несколько точек выгрузки, или же это международная перевозка, соответственно, количество мест, масса груза, если экспедитор при перевозке, бухгалтер, если необходимо, указывается, отпуск дозволов, соответственно, дополнительные документы и транспортные услуги, какие предоставляются автоперевозчикам, потому что тоже в зависимости от услуг нужно указывать эти моменты. Соответственно, ТТН прилагается к счету, который выставляется транспортной компанией. После этого, вторым основным документом является договор на оказание услуг по транспортировке груза. Соответственно, это договор между грузоотправителем и перевозчиком, либо экспедитором. Если вам нужны шаблоны договоров, то вы спокойно можете погуглить и получить эти договора в любом источнике в интернете. Если же вам интересны те договора, которые пользуемся мы, то переходите по ссылке вверху в описании в наш телеграм-канал. Мы регулярно там делимся полезным контентом. То есть это чек-листы, договора, шаблоны и, в принципе, вы можете, будете их позже там найти. Поэтому, собственно, договор на оказание услуг это является очень важным документом. В нем прописываются реквизиты сторон и основные обязательства с каждой из сторон. Следующий документ – это путевой лист. Соответственно, тут очень важный момент, как правильно его заполнить. С путевым листом есть маленькие нюансы. По той простой причине, что в целом его отменили. Соответственно, когда водитель делает перевозку непосредственно, то проверяющий и контролирующий органы не имеет права спрашивать у него данный документ. Но что самое интересное, когда происходит проверка непосредственно компании, то данный путевой лист запрашивают. И его ввести внутри компании обязательно. Поэтому обратите внимание, чтобы бухгалтера ввели обязательно путевые листы, потому что если будет у вас проверка в компании, данные листы должны быть заполнены согласно нормам. Ну и в принципе здесь такие же данные, как автомобиль, полуприцеп, если есть, водитель. И в принципе основные моменты, которые указываются в товаро-транспортной накладной. И если вам он необходим, этот путевой лист, можете опять же зайти в телеграмм наш канал, мы обычно делимся такой информацией. Или собственно в открытом доступе в интернете посмотреть. Это стандартный документ, который используют все участники грузоперевозок. Что касается еще документа, который раньше требовался, это лицензия. Но в целом она была отменена. И на данный момент ситуация довольно непонятная. Но как показывает практика, лицензию требуют только у перевозчиков, которые выполняют перевозку опасных грузов. То при перевозке других грузов лицензия не нужна. То есть ее не спрашивают. И в принципе вы можете совершенно спокойно делать данную перевозку. И последний пункт документы водителя на перевозку груза. То есть что должен с собой иметь водитель для того, чтобы у него не возникало проблем с проверяющими органами. Конечно же, это регистрационные документы ПТС. То есть паспорт транспортным средствам на автомобиль или же полуприцеп. Талон на прохождение технического осмотра на автомобиль и прицеп. Документы, которые подтверждают право владения, пользования или распространения транспортным средством. Распоряжение транспортным средством, извините. Копия трудового договора водителя, если он не является владельцем транспортного средства. Полис обязательно страхования гражданской правовой ответственности собственника наземных транспортных средств. Водительское удостоверение или временное разрешение на управление транспортного средства, соответствующее. Категории Талон, прилагающему к удостоверению. Санитарный паспорт на транспортное средство, если осуществляется перевозка продуктов. Это в принципе все документы, которые водитель должен иметь при себе для того, чтобы совершать перевозку внутри Украины. Поэтому, если тебе интересна данная информация, и она была полезна, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Если остались какие-то вопросы, то задавай их в комментариях, с удовольствием на них отвечу.